Безусловно, яркая личность и по тем обрывкам материалов, какие доходят, видео или какие-то переведенные книги о нем, яркая личность, правильно сказал, это он есть, был и точка. Действительно, то, что он делает на последних своих демонстрациях, оно, мягко говоря, смущает, но я также вспоминаю то, о чем говорил Кристиан, когда он приехал, уже обладая вторым данным в Айкикай, и он пришел на занятие Дошу и сказал, старик не умеет делать тереминаги, это так не должно быть, потому что я-то знаю, как оно делается, потому что я уже делаю долго, оказалось Дошу, а потом уже через какое-то время он сказал, я понял, почему у него переменался с ноги на ногу, у него стойка такая расслабленная, потому что я на тот момент, я просто не мог повторить этого, и отчасти сейчас я становлюсь действительно таким, я расслабляюсь, я многие техники не доделываю, потому что понимаю, что здесь конец, конец не осознает партнер, но я осознаю, когда делаю, что вот сейчас граница, вот когда голова останется у него в руках, и он отпускает, но для всех это кажется со стороны слабостью какой-то, не видя глубины, поэтому у Сенсей личность, тем более то, как он дошел до такого уровня, будучи и обладателем в разных видах единоборств, мастером, заслуживает как минимум уважения, и нельзя сказать, что преклонение, но почитание и уважение точно. Есть один вопрос, который меня очень сильно мучает, и этот вопрос, можно ли бросить в айкидо человека без контакта? Один раз Кристиан рассказывал о степени доверия на семинаре учеников, и они со своим ближайшим учеником, Патриком Бенези, договорились, встали в разных концах зала, и он остановил тренировку и сказал, а теперь мы делаем вот так, смотрите на Патрик, и он делал так, ха, и Патрик делал ковырок и падал. Все поняли, поклонились, и встали действительно в пары, и начали делать, ха, и половина падала. То есть другая половина не понимала, что происходит, потом Кристиан остановил, сказал, что вот это мы разыграли вас, нельзя верить всегда на слово, надо пробовать, а почему вы падаете? Мне непонятно, я так не могу делать, у меня ничего не запускается из руки, чтобы он падал. Так что всегда надо пробовать и проверять. В айкидо все-таки есть мистицизм, и вы его чувствовали? Или энергия, которая используется в айкидо, вот это ки, это что-то осязаемое, и то, что можно объяснить словами, на ваш взгляд? В 1994 году приехал ученик Кристиана, и он показывал различные упражнения. Я был очень молодым, что против и сейчас, но на тот момент мне хотелось проверить все. И поэтому, когда я человека не мог, который сидел на пятой точке, да еще и держал ноги уголком, я толкал его в плечи, он не мог упасть на полу, то было непонятно. И мне просто, ну, я стал смеяться в зале, то есть я был в центре, но я вот, я понимаю, что что-то здесь загадочное, что-то не так, ну, не может так человек не упасть, вот как неваляшка. И, конечно, возникает вопрос, как это происходит? Наш учитель говорит, ну, я же тебе показываю, что нужно делать вот так, вот так и вот так. То есть надо заниматься вот этими формами, катами, то есть нужно двигаться. То есть невозможно ответить, наверное, на этот вопрос. То есть я все равно не пойму головой, и тело мое никак не пойму. И поэтому становится понятно, что я вижу результат, в некоторых случаях я не понимаю, каким образом он достигнут, но мне очень четко объясняет вот этот путь движения. И, конечно, возникает, ну, и, конечно, отпадает очень много вопросов. Как вот этому добиться? Я не знаю как. Я вижу результат, и есть последовательный путь, и становится легко. А самое главное, что то, что я делаю на данный момент, должно быть интересно ученику. Можно, конечно, заниматься различными стилями, различными школами, и учитель будет говорить о том, что давайте попробуем вот так, и, может быть, у вас это получится. Это может получиться через год, через пять, через десять лет. Но я не хочу ждать десять лет, потому что мне неинтересно. А если через десять лет не получится, что я буду думать тогда? Поэтому вот, может быть, айкидо сейчас я рассматриваю как-то иначе. Игорь Негода. Может быть, немножко мы вот отклонение, если сделать, то понятие любви выкиду, и там мягкости различные, но это все очень относительно. Меня интересует понятие любви, но мы делаем приемы, которые вызывают боль. Это минимум, а так это травма. И, конечно, может быть, я бы хотел думать о сохранении партнера, который меня атаковал, но я думаю, что если я не могу его наказать, то о милосердии не может идти речь. И поэтому все развитие айкидо на данный момент направлено на изучение наказания. Это как две стороны у монет. Если я могу наказать человека, наказание с точки зрения боевого искусства – смерть. Поэтому мы двигаемся к максимальному. Если я могу наказывать, то я могу быть милосердным. Если я не могу наказывать, я не могу быть милосердным. Поэтому, когда люди говорят о том, что я не хочу тебя бросить, или я хочу тебя опустить на татами очень аккуратно, потому что я сделаю то-то, то-то, и тебе будет плохо, возникает сомнение, а сможет ли он сделать, чтобы было плохо. Мне кажется, что у многих это настолько формально, они к этому подходят. Они говорят, что это такая философия, я не могу тебе навредить, и поэтому я тебя аккуратно опускаю. Что стоит за этими словами? Мне кажется, что зачастую это такая пустота, люди не понимают, они не отдают отчета, почему он так делает. Может ли он так сделать? И может ли он наказать человека? То есть, это решение. Масса людей, кто начинает рассуждать о Ки, я думаю, сами не понимают, что это такое. Если мы сколько раз бы не спрашивали у нашего учителя или еще у учителей, расскажите про Ки, а как это? Они либо в японском стиле, либо они все утекают с этого вопроса так четко, и вроде бы тебе отвечают, но абсолютно непонятно, что на выходе, что складывается впечатление, что фактически для каждого это свое, и ощущение, жизненная энергия, это как-то тяжело и сложно. Может быть, на этапе для пришедших учеников и для объяснения техник мы можем рассматривать точки зрения физики, есть точки, есть векторант силы, есть направления, но вот что-то какого-то божественного, и что-то где-то втекает, а где-то вытекает, я практикую, пока ничего не вытекает, но не втекает. Я практикую Айкидо, и какие-то вещи происходят для меня отчасти необъяснимые, и я не хочу забивать голову молодым своими ощущениями. Вот когда ты будешь много и часто практиковать, отчасти жесткие формы, длинные, мощные, то со временем ты к чему-то придешь, может быть, это и называется ки. Когда Марихей Усиба начал преподавать Айкидо, его зал называли адским или кровавым додзю. Все мы об этом знаем, что тренировки были очень жестокие. Потом вот пришло к нему какое-то понимание, опять же, может быть, через эти как раз жесткие тренировки. Но сейчас мир меняется, сейчас он становится в сфере боевых искусств более жестким, чем это было раньше. Как вы думаете, не произойдет ли то же самое с Айкидо, то есть не вернется ли Айкидо через каких-то своих последователей, как это было, например, у Марихей Усиба? Я лично занимаюсь этим, как боевым искусством. Танцы нигде не присутствуют. Я люблю жесткие стили карате, мне очень нравится тайский бокс. Нельзя забывать и про традиционные виды. Иногда, зачастую, многие вещи делают в традиционной базе в Кихоне, не понимают, ничего это нужно. Но на выходе это выстреливают совсем другие вещи, которые, ты, может быть, посмотрев сразу, ты не понял, откуда это взялось. Много раз бывало такое, что я потом долгое время восстанавливался после неудачных, спрошенных вопросов моего учителя, или не вовремя, как-то или мальчишество свое какое-то показать. И это наказывалось не грубо, а просто в стиле Айкидо. Как это может быть? Бывает жестко, бывает мягко. Поэтому это полноценное боевое искусство на вас было. Спасибо.